Фэшн-инсайдер В российской прессе Алену Долецкую называют первой модницей СССР. Сама она в одной из своих статей рассказывает, как первые модные журналы ей привозили друзья семьи Владимир Высоцкий и Марина Влади. Возглавила Вок Россия Алена Долецкая в 1998 году. В свой первый юбилей, десятилетие, журнал помпезно отпраздновал в Милане. Тогда поздравить госпожу Долецкую и всю Россию в лице Вога прибыли Анна Винтур, Кэрин Ройтфельд, дизайнеры Доминика Дольче и Стефана Габана, Кристофер Бейли и многие другие. Хотя запускался Вок Россия совсем в другом антураже. Выход первого номера совпал с началом дефолта. Российская модница 10 лет назад и российская модница сейчас. Какую роль в ее изменении сыграл журнал Вок? У журнала великое имя, которое, к сожалению, 10 лет назад не знали в России и потребовалось довольно много для того, чтобы люди его приняли и приняли всерьез и сами захотели присоединиться к семье, если хотите, тех, кто исповедует именно эту философию, а не философию кого-то другого. Для меня это было очень важно, потому что таким для меня был всегда журнал Вок. Я читала из глянца только его, и все остальные журналы, на тот момент западные, не имели к моде никакого отношения. Работа главного редактора Вок предполагает модный космополитизм. Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж. Поездки в эти четыре столицы моды значатся в календаре Алены Долецкой каждые полгода. Из чего состоит ваш день на неделях моды? Что должен успеть сделать главный редактор? Самое важное – это успеть встретиться с фотографами, которые будут работать на следующий сезон. Они у меня, так сказать, есть в голове, но если по случайности сами фотографы в Париже, то с ними очень хочется увидеться. Я с ними вижусь вне зависимости от 8 утра, в 12 часов ночи, когда мы все можем. Если фотографов нет, то с агентами. Много встреч с героями номеров, знаменитостями, так сказать, моделями первого уровня, поскольку хочется все-таки для России, для русского ВОГа работать с ними в каком-то несколько ином, так сказать, аспекте, если хотите. У Алены Долецкой очень четкое представление о том, какие люди достойны стать героями журнала. Первой русской знаменитостью, украсившую обложку русского ВОГ, стала Алла Борисовна Пугачева. У вас есть черный список людей, которые никогда не попадут на страницы журнала? А здесь такая вечная дискуссия. Это человек ВОГ или не человек ВОГ? У нас было море споров 10 лет назад, кто мог бы появиться из русских на первой обложке. Не могли найти этого человека тогда. Не могли. И, скажем, я пошла на риск с Аллой Борисовной Пугачевой, которая и на тот момент, строго говоря, не была very vogue. Но мое общение с ней дало мне основание быть уверенной в том, что я смогу ее развернуть и снять, и показать такой, какой ее не видели русские. И это было откровением для тех людей, которые ее любили, и это было откровением для тех людей, которые ее не любили. Отпишите этого человека ВОГ. Ну, это люди, которые красивые, талантливые, желательно образованные. Это люди, сделавшие что-то, на что мы смотрим с уважением. И это очень важно. Потому что человек, который не вызывает уважения, ну, в силу разных причин, ему очень трудно оказаться в этом журнале. И журнал не будет ставить перед собой задачу как-то создавать то уважение, поднимать его и так далее. Если его нет, его нет. Не секрет, что русский ВОГ очень популярен в Украине. Более того, в модной среде все чаще ходят слухи о том, что вскоре откроется ВОГ Украина. Вот что об этом говорит сама Алена Галецкая. Мне кажется, что Украина с такой, как бы вам сказать, бодростью, с такой решимостью начала работать над своей самостоятельностью, и для Украины оказалось так важным родной язык, родные ценности, свои собственные независимые решения от, в частности, окружающих их стран, что, возможно, это было бы для Украины хорошо. Вот другой вопрос, для какой-то какой степени это реалистично.